Читаем вместе святых отцов. Посмертное вещание преподобного Нила Миротачива Афонского. Перевод с греческой рукописи. Издание Келли Благовещенской старца Парфения на Афоне. 1912 год. Репринтное издание. Глава 5. Греховное обольщение и упоение благодатью Святого Духа. Сравнение греховного обольщения с опьянением от вина. Упоение благодатью Святого Духа и его превосходство пред греховным опьянением. Преподобный Исаак Сириянин благодатное состояние именует духовным упоением. Всем духовным упоением, говорит он, упоевались апостолы и мученики. Добротолюбие, том 3, страница 164. Мириада Мириад, меняющий себя быть сильной, расставляет три западни для уловления греховными приманками людей. У каждой западни свой особый тайный крючок, говорим, воображение, гордость и осуждение. То есть дьявол, прельщая людей, старается извратить в них правое разумение о сущем или через воображение, то есть превратное представление об окружающем, или через гордость, то есть превратное мнение о самом себе, или через осуждение, превратное отношение к ближнему. Все это суть крючки дьявольских удочек, ибо во всех мыслях, внушаемых человеку врагом, всегда скрыто что-либо или горделивое и враждебное Богу, или злое и братоненавистное, или что-либо мечтательное, походное и вредное для самого человека. Как пьяницу влечет вино в корчомницу, так и грешника влечет грех в западни дьявольские. В корчомницу идут упиться соком хмельной лозы, грешник идет в западню дьявольскую, чтобы упиться вином греховной лозы. Как только выпьет, опьяневает, когда же пьет и опьяневает, то пока не отрезвится, не ведает, что с ним происходит. Царских повелений не боится, бесчестия себе не вменяет, презрения не избегает, на поругание не глядит. Он единственно поглощает, поглощен упоением той лозы, одного только желая. И сушить то существо лозное, говорим, вино, которое нынешние люди называют краси. Краси значит вино разбавленное. Святой употребляет это название для противоположения силы, объединяющего вина греховного, вину духовному, которым, когда бывает упоен человек, то ничто не в силах отрезвить его, ни время, ни страдания и тому подобное. Итак, если то разбавленное вино доставляет пьющим его столь сильное упоение, что они теряют всякий страх человеческий, не тем ли паче сильнейшее действие должно быть от упоения духовного? Говорим, обретший вожделенное упоение Святого Духа не боится тех трех обольщений человеческих, то есть похотения плоти, отчез и гордости житейской, не боится никаких страданий, не устрашается ни ввержения в огонь, ни ввержения в воду. Какими бы ухищренными мучительствами его не изнуряли, он не уловляется в те дела, которым принуждают его люди. Если существо тленного вина способно столь упоять человека и опьянять его, то не тем ли паче должно в превосходнейшей степени обладать этим свойством упоять, приводить к забвению о земном вино лозы небесных виноградников? Если упившиеся земным вином люди находят столь великое упоение в пьянстве, что перестают страшиться по велению царей земных, то, упоенные небесным упоением, каких прещений земных царей может убояться? Какую славу земных царей может во что-либо вменить? Каких тем людей, немысленных князей может устрашиться? Какая сила бессильных мириадов мириад может его подвигнуть? Какая похвала, то есть лесть, отверженных и мерзких вельзевулов может его усладить? Какие дьявольские ловушки могут его уловить? Если упивающийся существом лозным человек столь упояется им, что не ведает и не помышляет о западнях вражьих, если пьющий разбавленное вино столь опьяняется, то сколько упояющий должно действовать растворение небесное? Пьющие небесное растворение упояются упоением Святого Духа, следовательно, находящегося в таком упоении, кто может разочаровать, кто может одолеть? И на самом деле никто и никогда не был побежден из таковых, но только всегда были ими побеждены 33 тысячи ангелов Деницы и мириады мириадов мириад вельзевулов. Так восстало это множество на брань против упоенных Святым Духом людей, вообразилось в человеке, вселившись в Царя Земного, то есть некогда восстал дьявол на христиан, вооружив против них род человеческий и Царя Земного, говорим Диоклетиана и Максимиана, дабы принудить христиан и питаться плодом погибели нечестивых и отречься духовного упоения. Таким образом, эта пара служителей дьявольских хотела было истребить в человечестве род христианский. Так до самой кончины мира будет неистово преследовать церковь дьявол, чтобы уничтожить род христианский. Так же каждого отдельно человека до самой ночи, то есть смерти его, преследует враг, чтобы лишить преследуемого всех плодов добродетелей его. Говорим, выступили некогда на брань против рода христианского Диоклетиан и Максимиан, чтобы низложить его, лишить млекопитания плодом жизни и вернуть в погибель нечестивых, то есть принудить отречься от Христа. Но вместо этого достигли совершенно противоположного. Сколько людей тогда в течение тех дней и ночей приняли крещение, и вместо того, чтобы принуждать христиан отрекаться от Христа, сами в купели отреклись от дьявола и дел его, прославили и возблагодарили Бога за действие крещения, то есть за дарование им свободы от рабства греховного. Благодатное действие крещения они сподобились познать, увидав силу его на упоенных духом святым мучениках, и вместо того, чтобы принуждать христиан отрекаться от Христа и принести жертву идолам, сами отреклись от идолов, от жертв богам эллинским, вознесши жертву Богу пореченному. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Псалом 50, 19. И я говорю, что упоенный человек не может быть объят страхом и убояться. Такого упоенного в суе будет пытаться мир привлечь к себе. Противники в суе будут стараться пробудить его от упоения. Множество тысяч и мириады вельзевулов в суе будут стараться устрашить его страхом своего множества, ибо он ни во что вменяет их тысячи и не будет устрашен тьмами тем язык, согласно сказанному. Не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Божьему, яко ты поразил яси, вся враждующая ими в суе зубы грешников сокрушил яси. Господне есть спасение, и на людях твоих благословение твое. Псалом 3, 7, 9. Упоенный человек подобен преподобной Марии Египетской, стяжавшей высшую меру совершенства монашеской жизни. Она сильно была борима тысячами и тьмами вельзевулов, которые старались привлечь ее ко греховному миру, чтобы заставить творить первые греховные дела, но в суе потрудились над ней. Упоенный человек подобен еще тому учителю, ревностно охранявшему апостольское учение и проповедовавшему поклонение иконам, который не убоялся прещения царя Конана быть сожженным со своей школой, то есть с великой библиотекой, ни во что вменил его сожжение и сгорел. Упоенный человек подобен и святому Якову Персянину, который сперва было, погрузился в корчевницу и спил все растворение лозы нечестивых, лишился соединения с нетленной лозой церковью, но хмельность не до конца удержала его всем погружении. Он весьма быстро отрезвел, отверг от себя упоение хмельное, отверзлись очи его, уразумел он свое нечувствие, то есть неблагодарность Богу, узрел свою неверность Богу, восплакал горько, как Петр, и через многое пролитие слез погрузился в погружение Всесвятого Духа. Ибо слезы, изливаемые в праведность, то есть скорбь о грехах, погружают мысли человека в погружение Всесвятого Духа. Даже плачущих перед заптиями, многометанскими местными судьями, судьи прощают, видя слезы подсудимых. Если заптия, тленный человек, отпускает вину ради слез, то они не наипачили, нетленный Бог презирает на таковые слезы, изливаемые пред Ним ради оправдания и спасения души. Господь помогает таковому, посылая Ему помощь свыше, и кающийся погружается в погружение Слез Покаяния. Посему внял Бог воздыханием всего Якова, презрел на Его покаянные слезы и послал Ему помощь свыше. Яков окреп в помощи Вышнего и столь упоился упоением помощи сей, что не устрашился великих страданий и не малодушествовал, когда Ему один за другим отрезали все члены тела. Сначала Ему срезали все пальцы на руках и не сразу весь палец, но все три сустава пальца один за другим порознь отрезали из ступни до щеколотки, голени до колен, руки до плечей, начиная с кистей, отрезали порознь все кости до ключиц, отрезали все ребра, наконец отрезали бедра, осталась одна плоть его, как голый ствол дерева, говорим, как обстриженная лоза. Упоение же его, которым он упоился от помощи свыше, было столь велико, что святой Яков даже не замечал того, что стал подобен обстриженному винограду, невзирал и на члены свои, которые, как ветви у обстриженного винограда, были разбросаны на земле, помышляя лишь о том, каким бы даром покаяния воздать за помощь, всесильному помощнику своему и говорил, Владыка, Господи, Иисусе Христе, Отче Вседержителю и Святые Души, благодарю Тебя, укрепившего меня, и что я потерпел сие имени ради Твоего Святого. Мои отрезали все мои члены, нет у меня ног, чтобы восстать и поклониться, державе Твоей за силу, не способны мне в помощь свыше, ни рук нет у меня, дабы благодарно воздеть их к Тебе за помощь Твою, которую Ты дал мне превозмочь сию жесточайшую муку. И другие многие умилительные слова ко Всесвятому Духу он произнес и склонил честную свою главу, которая и была отсечена, сам же стал наследником жизни вечной. Увидали злые духи такое исповедание и содрогнулись, узрели присутствующие и подивились мучители, отрезавшие члены Якова, из немогли. Верно же христиане, зря терпения и стойкости Якова непоколебимого утвердились. Здесь было мучить или пробудить Якова от его благодатного упоения, чтобы заставить упиться ревностью о царе земном. Но они возмогли разлучить его от упоениям со Святого Духа, хотя и растерзали тело его. Постарались было отторнуть от лозы живота вечного, чтобы предать его вечной смерти, как и душу каждого человека дьяволы стараются ловить, дабы развенчать ее от ее славы и вернуть во тьму. Постарались злые духи сделать то же и с Яковом, чтобы посрамить погружение в восхищение Всесвятого Духа, но сами были посрамлены. Деница же за то, что дерзнул попытаться восхитить образ тресеянной славы Святая Троица, был присужден к сим-трем грехованным славам, говорим, к мудрованию вместо премудрости, к лукавству вместо простоты и к неверию, то есть к слепоте, вместо созерцания Божия. Деница, дерзнув восхитить подобие, то есть свойства, Святые Троицы, уготовил себе трон, чтобы вознестись на нем, привыкши трона Божия, то есть склонил, отурнув от Бога часть ангелов, которая суть престол Божий, дабы сделать их своим престолом и принудить прочих ангелов присоединиться к Денице. Как только стал он осуществлять свой нечистый замысел в духовном мире, то потряслися небеса, поколебались ангелы, дословно закружились. Не поддержи их, Михаил Архангел, могучим глазом своим, к сопротивоборству, единодушных с ним словами, станем добре, станем со страхом Божиим. Не предвори он сказать всех слов, утвердившись, единодушных с ним, единый Бог в весть, что могло бы тогда произойти с небесами небес. Единому Богу то известно. По гласе же Михаила Архангела очутился, дословно, остановился Деница в бездне ада вместе со своим проклятым троном, говорим, вместе со своим оскорненным полком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok